Анатолий Эдуардович, у меня такой вопрос, вот технология SkyWay, она как бы угрожает многим другим технологиям, которые сейчас существуют на рынках, и наверняка они будут со своей стороны ставить разные препятствия, ну как конкуренция, потому что за этими технологиями в сегодняшний день стоят достаточно влиятельные кланы в политике и финансовых структурах, и наверняка они постараются сделать все возможное, чтобы эта технология, она как бы в мир массы не вышла. Вот как ваше видение, как вы планируете, не знаю, продавливать или как бы преодолевать вот то сопротивление со стороны влиятельных сил, которые сейчас руководят технологиями, которые проигрывают технологии SkyWay, ведь они постараются сделать все, чтобы в массы вашей технологии не зашла. На самом деле мы, слышно, нормально? На самом деле наши технологии никому не угрожают, ведь мобильный телефон не угрожал проводному телефону, есть то и то на рынке, просто один занял большую нишу, другой занял меньшую нишу, да? Мы создаем дополнительную нишу, транспорт второго уровня, поэтому пусть будет транспорт первого уровня, пусть будут железные дороги, пусть будут автомобильные дороги, пусть летают самолеты, ездят поезда, корабли, ну и так далее. И у потребителя, у жителей планеты Земля будет выбор, чем пользоваться. И благодаря этому выбору, то, что лучше, то и займет доминирующее место на рынке, так? И мы это понимаем, но некоторые в этой же отрасли, это в первую очередь железнодорожники, но они видят нас, конкурента, и всячески мешают. Поэтому я давно сделал вывод, что как с этим бороться? Никуда не ходить и ничего не просить. Вот когда я пытался продвинуть проект, ну это, наверное, лет 30 длилось, куда я только не ходил, и к президентам стран, и к министрам, и к шейхам, и к олигархам. Потом все это для меня плохо заканчивалось. Например, меня в 7 раз все отнимали до нуля, в 7 раз. Бизнес, все разрушали, все отнимали, я снова поднимался. Последний раз это было в Литве. И поэтому я разработал систему, обратился к народу, к людям, всех стран. И меня стали поддерживать. И сейчас у нас уже 300 тысяч инвесторов, около 300 тысяч, миллион участников из 237 стран и регионов. Мы обогнали уже Организацию Белых Наций, где 192 страны. И поэтому поддержка в вас, и это самая сильная поддержка. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Юрий Соловьев, Кемеровская область, город Новокузнецк. Когда я увидел фотографии в интернете наших транспортных средств, я подумал, это будет еще в далеком-далеком будущем. Какая-то фантастика. Но так быстро все произошло, и вот уже реальность. У меня вопрос по проекту Spaceway. Вот ваше личное мнение. Как быстро мы подойдем к реализации проекта Spaceway? Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, как с резервной точки зрения, там много научных вопросов еще нужно решить, технологических. По моим оценкам, только наука здесь потребует вложения порядка 100 миллиардов долларов. Это займет 10-15 лет. За 5 лет можно все это построить. Это будет 15-20 лет. А потом за следующие 5-10 лет можно вынести всю индустрию в космос и организовать ее там по-другому. Вот сейчас, например, думаю, как всю электрическую энергию вырабатывают. То ли атомные станции, то ли угольные, то ли нефть сжечь там, то ли мазут, то ли термояд используют, там, токамаки разрабатывают в ряде стран, и в России в том числе. А в космосе энергии очень много. Есть природный термоядный реактор под названием Солнце. Оно работает 5 миллиардов лет без аварий и еще проработает 5 миллиардов лет без аварий. И там всю энергетику можно сделать в космосе очень дешево. На Земле нет невесомости, нет вакуума. Чтобы, например, получить куб глубокого вакуума на Земле, надо затратить примерно столько же средств, сколько стоит то на нефти. А там в космосе вакуум бесконечен, и невесомость, она везде невесомость. Значит, можно совершенно другие технологические процессы. Можно получать уникальные материалы, уникальные конструкции и обеспечивать жителям планеты Земли тем, что производится за пределами дома. И поэтому нужна транспортная система, которая обеспечит миллионы, десятки, сотни миллионов тонн перевозок грузов в год. И поэтому АТС появился с этих позиций. И, я думаю, понятно, да? Потому что можно долго рассказывать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова early manifested Detailа Корректор А.Кулакова